что за звуки там видишь что приехал дяденька ну вот повыдирала еще уже посадила калеусы пролила грядки все это дело ой девчонки эти нарциссы теперь вот это вот пока их вот это там все это тоже не хочется пока их вот по обрезаешь цветах у меня там уже гора правы а это ведь только начало но сейчас он не скосит мои дорогие вы уж меня простите сами понимаете мне сейчас просто уже ноги не носят на это потому что обычно весной то потихоньку это делаешь то там то там потом там и она вроде как и а тут вот приехала и все сразу надо он пока шланги прикрутила приволокла пока вот это все там у меня до дома вообще руки не доходят в доме просто бедлам думаю ладно сейчас хоть немножко разберусь тут тогда возьмусь за дом а еще надо в свой дом переезжать на ну сейчас он уже жилет мой уедет тогда я там разберусь и и буду переезжать ветер холоднющий девчонки просто просто прям вот началось похолодание какое-то вчера сегодня что-то 16 градусов а ветер просто ледяной витя приехал в тихушку я думаю что то там звуки какие-то так вот смотрите что у меня пришло в посылку я уже туда цветочек посадил саша разбил это у него в ванне было тут как такая штука была туда вода лилась отсюда лилась в общем это самое и он ее разбил вверх пришлось мне там все вот это тут было все пластик пришлось мне это все выдирать вот и посадил туда цветочек вот такая штука вот представляете чё я отправляю в посылках ну нормальный человек нет так еще все руки сбила пока выдирала этот пластик вырезала он такой крепкий как он ее разбил не знаю вот еще видите я еще пока не знаю куда ее пристроить но она ладно складывается маленькая была посылках шлет бабушка всякую ерунду пошло дело вы представляете как бы я это руками все выдирала отлетает чего-то грибочков моих как не видно будет все гладенькое как яичко красота чё только не придумали да мне у саша говорит давай мы тебе купим я грида я сама-то тяжело мне я раньше-то косила когда были в этом ну жили на фиолензии а сейчас мне уже тяжело олеандр у меня замерз зимой красота красота все все поскосил и поехал ой чё бы я без него делал даже не представляю так начинают листочки у зизикуса каждый год вам показываю вот так цветет грецкий орех такими сережками старый уже орех конечно старый но пока плодоносится он конечно немного в основном они отваливаются все эти сережки и вишня тоже старая хотели опять отпилить вверх опять так я прокаталась и так они отпилили ну ладно да жалко просто наверху столько вишни а собираем то как говорится ну с лестницы куда дотянешься и все орехи то они все равно упадут на землю какой бы он невысокий был тоже вон ветки тушухи есть ну ладно ой как хорошо теперь убирать все это здравствуйте мои дорогие снимаю уже на следующий день некогда правда некогда у меня еще погром еще не все я вынесла отсюда но уже тут у меня посажены цветы в основном питуньи и о господи сейчас скажу да и калеусы трех видов такой бордовый коралловый и зеленый вот это я все убрала нарциссы которые отсвели тюльпаны все это я повырезала вот и тут вот у меня есть пустые местечки я посадила дельфиниумы ну так вот буквально несколько штучек у меня будут вот тут в длину вот ой скоро розочки розочки скоро зацветут вот что еще тут у меня астры будут подсолнухи вот кое-где там декоративные посадила вот сейчас надо будет все убрать красила горшок а то он совсем стал страшный посадила в него ну такие забыла как называются ну короче незабудки вот а здесь вот видите у меня все скосил здесь и вот там я буду сажать табак у меня девочки что-то я не понимаю вот мои хорошие я замерз у меня олеандр ну он весь замерз и весь высох видите его скосил а вот здесь у меня же росли канны что-то они не вылазят тоже замерзли что ли у меня же их тут много было вот не знаю что делать что делать что делать ладно посмотрим в общем пока погром уже так устала а хочется же еще что-нибудь делать не только таскать эти ведра с травой вы бы видели сколько этих ведер перетаскала у меня там гора целая ну еще вот Саша сегодня звонила она говорит ну чего ты так мучаешься я говорю Саша то я весной потихоньку это делаю а тут я приехала и вот этот вот тут кошмар и ужас и хочется же побыстрее от этого всего избавиться она говорит ну не за два же дня то я говорю так и не получится за два дня то при всем желании ну в общем да вот надо еще предстоит вот это сегодня все убрать вот здесь тоже я посадила вот петуньи вот на эти тут места надо еще все сгрести мусора много в общем короче говоря да не помню говорила вам или нет у меня погибли семена которые были луковицы ночи у меня месяц не было они просто сгнили они у меня лежали в холодильнике но я же уезжала холодильник выключила в общем они сгнили жалко ну ладно уже что теперь что уже теперь вот так что еще надо лаванду куда-то пристроить ну буду думать ладно в общем короче говоря надо вымыть грязище ну грязище пылище грязище вон видите разница какая вон она пылища какая надо это вымыть но я сегодня повесила москитную эту сетку с магничками ну тут что-то она расходится я уже ее мочила приглаживала надо было на нотягом сначала погладить ну я же не могу мне же надо быстро вот а наверху тут где штора висела я думаю ну что будет корнисто пустой висеть повисела вот такую занавесочку коротенькую ну в общем короче говоря работа непочатый край галуши зимние надо все убрать вымыть вот и я решила отдохнуть а отдохнуть это у меня смена работы было у меня вот такое колесо из фанеры неровное такое в общем страшное думала я думала и думаю сделаю-ка я из него ну как как клумбочку что ли и вот зацементировала потом же надо будет чем-то украсить не просто же вот такой круг положить вот теперь ломаю голову так что мои дорогие ой сегодня звонила мне моя старая приятельница и очень меня ругала ну я с ней в общем полностью согласна конечно я сама дура виновата в этом а я и просто пожаловалась говорю нет времени у меня только вот за эти праздники девчонки вы не представляете 300 с чем-то в ватсапе сообщений и до того сколько было я как глянула мне аж плохо стало ну я его-то говорю я говорю представляешь нет времени она журналистка она как давай орать на меня говорит ты дура слишком открытая зачем тебе это надо ну общаешься ты с каким-то количеством людей общайся зачем ты всем даешь телефон я говорю Ал я говорила в видео что девочки ну по делу пишите мало ли кому-то там украшение сколько стоит там адрес написать я говорю ну ты понимаешь ну людям-то хочется общения и а получается она говорит а получается как всегда и вот ты сидишь и теперь себя ругаешь люди пишут люди тебе звонят а ты у тебя просто нет времени ну разорвись ну она правда сказала не так а гораздо грубее так что милые мои девочки ну простите меня я правда у меня нет ни сил ни времени девчонки если я конечно соберусь отвечу тем с кем я прям общаюсь потому что могут быть там вопросы всякие девочки а так вот если уж я знаю что вы у меня хорошие золотые девчонки ну я одна зайки мои правда я вот сейчас вот стою к столбику прислонилась вы звоните мне в ватсапе если ну по делу там если вам какое-то украшение понадобилось там если понадобилось понравилось ну какие-то вот вопросы девчонки пожалуйста ну нету у меня сил ну времени нету так что там поздравления с 9 мая спасибо всем огромной мои золотые спасибо ну еще с 9 митивами лапанки мне бы справиться бы с хозяйскими делами со своим рукоделием с видео вы видите сколько получается да и здоровье девчонки не ахти ну сами понимаете столько заболеваний и все они очень серьезные поэтому я уж и так вот из сил выбиваюсь Сашка тоже ругается на меня говорит бросай ты все это дело нахрен тебе надо живи спокойно я говорю ну ты же знаешь что я жить спокойно не могу но все равно ну какие-то вот границы то есть сил человеческих правда так что милые мои я вас умоляю вы меня берегите все-таки ладно если вы меня любите берегите меня зайчики мои это прям вот крик души правда потому что мне стыдно мне неудобно что я не могу отвечать ну хожу вон шмурыли ну ладно но я про вас помню всегда вы знаете вот вот иногда доходит до какого-то села на надувной мячик вот надо надуть хотя бы проверить может там дырки в нем вы знаете я до чего дошла вот возникает какая-то мысль ну все мы люди правда не очень может быть бывает ну не очень хорошее ну всякое бывает в голове такое и у меня сразу мысль такая а что девчонки подумают обо мне вот вы представляете это вообще уже то есть у меня с вами какая-то связь телепатическая так что мои дорогие я помню про вас люблю вас ну надо как-то вот мне оптимизировать понимаете все может я найду какой-то выход я думаю об этом я вам тогда сообщу ладно сегодня чувствую ничего не буду делать руками вот сейчас соберу вот этот вот кошмар травяной я даже помыться не могу у меня уже сил нету а надо ну отдыхать я конечно не пошла а пошла я сажать табак арбузы посадила в общем ухайдокалась вообще так а я думаю наверное я мои хорошие вот на этот на этот круг вот этих рыб сделаю ну их надо разрисовать конечно и сделать еще пару штук ну ладно вот завтра высохнет посмотрим в общем короче говоря напахалась еще так и не убрала это дело ой сейчас читала комментарии мои хорошие какие же вы у меня добрые отдыхайте Любовь Николаевна отдыхайте какой нахрен зайчики мои отдыхайте уже ни руки ни ноги не работают отдыхать буду в 11 я не могу я вот вроде бы это ну полежать бы да вот но я боюсь что я усну так вот лежать я просто не могу а спать потом ночью не уснешь вот поэтому думаю ладно как-нибудь уж до вечера еще закат сниму с вами попрощаюсь до завтра у меня у меня сашка с сегодняшнего дня безработная она такая душа тревожная это просто вот ну ну такой вот звонит мне и говорит все я еду с работы все я ушла я говорю а что голос такой ну мне как-то тревожно а как будет с деньгами а как это а как то я говорю ты же так хотела уйти она говорит да а теперь вот тревожно я говорю не забивай голову себе не забивай 11 лет ты там отработала в таком режиме это ну просто никакой как говорится личной жизни нету ну я говорю нечего жалеть если у тебя не получится то что задумала тебя всегда туда назад возьмут ну вот тревожная вот она забыла вам показать уже один пакет высыпала потом думаю девчонкам же не показала вот таких два пакетика мне подарили в магазине ну я отдала им подвески которым ну которыми я их не делаю я не делаю вот такие дешевенькие вот эти браслетики с подвесочками ну в общем все что я что там не пользовалась я им отдала вот мне два пакетика вот таких очень прям очень спасибо огромное фурнитура мне а уж пины всегда нужны ну жалко что у меня под серебро у меня много у меня под бронзу уже кончается потому что я все-таки больше всего делаю под бронзу ну ладно и это хорошо 13 градусов посмотрела сейчас а время уже восемь да но ветер просто холоднющий вроде уже да практически скоро середина мая а ветер прям ледяной ну в общем-то это он потом от жары спасает летом а так-то прям продирает насквозь ну что мои сладкие я вроде вам все рассказала задней все свои новости сейчас вот иду и думаю так ну о чем с девчонками поговорить вот что-то даже ничего в голову не идет поела сейчас творожку поужинала слушайте я никогда не любила творог а сейчас на этой диете сначала прям никак а сейчас даже нравится да к чему только не привыкнешь но все равно хочется шашлыков ну вообще хотя бы просто жареной свининке вкусненькой зубаточки семушки прям ну или форельки прям хоть кусочек но я держусь я держусь хочется чтобы ну хотя бы более-менее в норму пришло потому что пока не в норме все пока прям чувствую ну знаете да как когда не болит какой-то орган так вы не знаете где он находится а тут я чувствую где он находится но я похудел немножко ну как немножко хорошо похудела на 6 килограмм и это за два месяца даже еще нет двух месяцев вот как меня диета шарахнула ну я еще правда ой послушайте прям насквозь продирает я еще скажем так стала шевелиться больше ну стараясь во всяком случае и в Мурманске и в Питере я все-таки двигалась больше я думаю что наверное из-за этого ну и конечно это да диета ем часто понемножку видимо дает вот ой слушайте сейчас прям все такое ощущение что сейчас с носу потечет хотя я в кофте в капюшоне но все равно вот и 13 градусов ладно мои зайчики рыбоньки птушечки давайте зайки до завтра пойду я сейчас чем-нибудь ну я уже там нашла чем заняться я же не могу так сидеть вот ну а завтра что будет день будет пища да как говорят да ветерочек не очень ладно давайте мои хорошие чтобы ничего не болело чтобы прыгали прям как вот лани да вот так вот хоп и поскакала нет ну хочется же правда ну а че нет то ладно давайте загибаем пусть все у вас будет хорошо хорошего вам вечера спокойной ночи у меня уже рука стала замерзать при 13 градусах давайте я вас люблю обнимаю целую всем спокойной ночи и завтра прям чтобы замечательно встали и все было хорошо давайте до завтра ну и пока 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 мои дорогие